Подушки я затянул, теперь вставляем на место привода. И со второй стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Все, оба привода на месте. Теперь можно ставить рычаги. Ставим на место рычаг. Болт я помазал. И сразу шаровую опору наживляем. Наживляем гаечку. И наживляем два болта на задний соленблок. Также наживляем гайку на привод. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Затяну ее так же, как и откручу. Ставлю снизу отвертку. Все. Устанавливаем на место стойку стабилизатора. Все. ну а теперь протягиваем и точно также со второй стороны все затянул рычаг затянул стабилизатор также установилась затянул 2 рычаг сейчас выкручиваем вот эту уровневую пробочку головка на 13 рядом с приводом ставим снизу тазик и опускаем автомобиль когда будем заливать масло зальем по этот уровень опуская все автомобиль опустил снимаю траверсу которую я устанавливал а теперь устанавливаю на место болты крепления коробки верхние болты я затянул и также отдел датчик скорости вот он его видно тоже не забываем сразу одевать откручиваем сапун ключ на 17 через него мы зальем масло в коробку поставил воронку налил уже масло и увидел что камера не включена масло вынес 7590 номер по каталогу ойл 1366 заливаем и смотрим пока у нас снизу не потечет через уровневую пробку потом поднимем и закрутим ее влил я масло два с половиной литра потекло снизу вот через уровневую пробку побежала сейчас лишнее стечет и я пробочку закрою а пока устанавливаем на место площадку под аккумулятор здесь Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Наживляем пробочку и затягиваем ее. Отчистителем карбюратора смываю масло. Ставим защиту и опускаем автомобиль. Будем пробовать заводить. Защиту установил. Опустил автомобиль. И теперь выставляем кулису. Здесь на механизме переключения передач сзади есть заглушка. Вот она. Вот я ее трогаю. Сейчас резкость на виду. Вот я ее выдернул. Вместо этой заглушки берем шток 4 мм. Либо сверло, четверочку. Вставляем ее туда и поворачиваем. Так, одной рукой неудобно. Сейчас попробую. Ее как бы вдавливаем, но при этом кулису поворачиваем вот в эту сторону, чтобы она у нас повернулась. До щелчка, до фиксатора. Сейчас попробую показать. Вот она зафиксировалась. Теперь идем в салон. В салоне снимаем пыльник. Вот сняли пыльник с рычага передач. И вот сюда вставляем либо сверло, либо что-то 5 мм. Есть вот оно ответное отверстие. Совмещаем их. У нас рычаг стоит неподвижный. Вот так вот у нас зафиксирована коробка и зафиксирован рычаг. Теперь идем и затягиваем болт кулисы. Вот он болт кулисы. Головка на 12 или в моем случае это трещоточный ключ. Головка на 12 или в моем случае это трещоточный ключ. Болт затянули. Кулиса у нас зафиксирована. Теперь мы вытаскиваем оба штифта, которые вставляли. Одеваем пыльник в салоне и вставляем заглушку на место. Вот так вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, задняя. Ставим батарейку и пробуем заводить. Ну что, попробую завести. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все, автомобиль завел. Холодный... На холодной карате вас сразу... Тишина... Шум пока от двигателя идет. В коробке все тихо. Ну вы помните в начале какой рокот был. Сейчас этого рокота нету. На этом все. Ну что, на этом все. Результаты мы добились. Заменили подшипники и шум первичного вала мы убрали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok